Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. Безвиз в действии. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем и руководителем агентства региональных инициатив Александром Павловым. Александр, здравствуйте! Что можно сказать о первых поездках украинцев в Европу? Работает ли безвиз? Ну, однозначно хочу сказать, что безвиз работает. И с этим я хочу поздравить всех украинцев. Ровно в день его запуска 11 июня я сам летал в Эстонию. У меня постоянная виза. Со мной летали двое моих коллег. И одна из них летала с биометрическим паспортом, к которому не было визы. И я наблюдал своими глазами, как все это происходило. Она прошла спокойно контроль. Да, задавали вопросы. Ну, достаточно серьезно, вежливо, корректно. Все прошло. А вот, кстати, что за вопросы задают? Ну, ее спросили о цели визита. Позвонили даже ее подруге Таллинской. Подтвердить, да? Да. Ну, я думаю, что это будет все на первых порах и выборочно. Ну, пограничные службы шенгенских стран, большие психологи. И чисто технически невозможно проверить всех. Поэтому, конечно, будет выборочный контроль. Вот. Не думаю, что он будет очень жесткий. Но, тем не менее, нужно быть готовым ко всяким разным вопросам. И быть готовым вообще, вот, чисто то, иметь при себе то, что требует шенгенский кодекс. Вот, кстати, отказов пока было немного, да, во въезде. Ну, сколько я знаю, по статистике, совсем немного. Совсем немного, да. Там, буквально, там, десятки случаев из, там, 30 тысяч тех, которые уже въехали в Европу. Вот. И давайте вот теперь конкретнее о требованиях. Какие требования при пересечении границы? Ну, смотрите, все очень просто. В принципе, все точно так же было, как при получении виз в консульских учреждениях стран шенгена. Нужно просто спокойно к этому отнестись. Ответственно, но спокойно. Нужно при себе иметь при пересечении границы, ну, кроме биометрического паспорта, подтверждение брони в гостинице. Нужно, если вы едете, допустим, по работе, принимающая сторона спокойно вам даст приглашение в любой форме. Плюс нужно иметь обратный билет, ну, чтобы офицер шенгенской пограничной стражи видел, что у вас есть намерение вернуться. Нужно иметь достаточно финансовых средств для пребывания в разных странах шенгена по-разному. Ну, либо у вас это наличные деньги, либо вы спокойно предъявляете банковскую карточку. Вот. Не надо каких-то выписок. Выписок из банка не надо. Ну, это немножко нелегитимный механизм. Здесь, ну, вы просто должны спокойно объяснить, что у вас есть деньги, и все. Медицинская страховка, желательно иметь медицинскую страховку. И вести себя при этом, я призываю, нужно спокойно, достойно. Если это ваши какие-то престарелые родственники, которые не говорят на каких-то языках европейских, ну, снабдите их просто бумагой какой-то, где все это было бы написано. Научите спокойно в случае вопроса предъявлять это. То есть на сегодняшний день опасений, ну, наверное, нет. Другое дело, что перед запуском безвизового режима за несколько месяцев до этого был принят, так называемый, механизм приостановки действия безвизового режима. То есть в любой момент его могут остановить. Да. И я, ну, допустим, не так давно я общался с послом Евросоюза в Украине, Хьюго Менгарелли, он прямо сказал, что причин здесь может две быть основные. И это недостаточная борьба с коррупцией в Украине. И если европейские институции, европейские лидеры это понимают, то, может быть, включен этот механизм. Недостаточно, ну, как бы, уровень принятия тех законов, которые требует Европа. То есть можно сказать, что нас все равно на коротком поводке держат. Ну, я бы не стал употреблять эти сейчас метафоры. Почему? Потому что идеологически для позиционирования Украины в мире безвизовый режим – это благо. Я сам, и это большой кредит доверия со стороны Европы. Я сам много сомневался постоянно, когда ездил на саммиты, где обсуждали все эти вопросы с тех пор, там, ну, начиная с Вильнюсского саммита, где Янукович не подписал договор об ассоциации. Потом в Брюсселе, когда Петр Порошенко подписал этот договор, и началась уже, ну, реально такая... Вот целенаправленная работа подготовки. ...финишная прямая, да, по безвизу. Вот, поэтому я бы не стал эту метафору употреблять на коротком поводке. Ну, как бы я помягче что-то выразился, да. Но есть механизм сдерживания, скажем так. Да, инструменты влияния, скажем так. Вот, и Хьюд Менгарел еще сказал, что, ну, я с ним совершенно согласен, кроме недостаточной борьбы с коррупцией, есть еще другая причина. Это мигрантский кризис, если наступит. Если количество нелегальных мигрантов, тех людей, которых поймают за руку при нарушении этих правил, ну, прежде всего, о режиме пребывания в шенгенской зоне и, допустим, нарушение правил трудоустройства. Ну, кстати, да, больная тема. То есть, в этих случаях может быть включен этот механизм. Вот давайте сейчас перейдем в практическую плоскость, вот, о трудоустройстве. Многие все равно пока еще считают, что открыли безвиз, они могут поехать туда и могут там работать. Это большая ошибка, это заблуждение. Да, до сих пор даже без безвизового режима, ну, по статистике, там несколько миллионов, 3 миллиона, по-моему, украинцев работают в странах Европы. Хотя, я думаю, эта статистика занижена. Еще несколько лет назад я общался с советницей мэра Рима Татьяной Кузик, нашей соотечественницей. Она прямо говорила, что в Италии в той же 500 тысяч работают украинцы. Только в Италии. Да, и вряд ли эта тенденция, поскольку кризис, поскольку война, война это большой фактор, который заставляет наших сограждан, временно переселенных лиц, допустим, искать лучшие доли где-то в Европе. Ну, я обычно говорю беженцы в Европе, здесь мне в Украине запрещают это говорить, но по факту это люди, которые сбежали от войны. Конечно, у них, ну, мы можем оказаться, вернее, Европа может оказаться перед такой опасностью. Сейчас появилось очень много фирм, размещают там в разных соцсетях предупреждение о том, что якобы какие-то там польские, там, ну, речь идет там в основном это Польша, да, там где-то Венгрия, о том, что приглашают украинцев на 90 дней поработать там за какие-то копейки на каких-то предприятиях, то там колбасу паковать или еще что-то делать. Вот, знаете, копейки не копейки, но эти копейки, они гораздо больше, чем средняя зарплата украинцев. Это да, но имеет ли право украинцы работать даже в течение этих 90 дней? Нет, работать имеет право в случае, если получат официальное разрешение на работу. Это достаточно долгая процедура, я подчеркиваю и призываю наших сограждан не покупаться на такие даже очень выгодные предложения, потому что, ну, 90% этих предложений идет речь о работе так называемой в черную, да? В черную, это нелегальщики. И здесь очень нужно крепко подумать. Понятно, что судьба как бы гонит именно за заработком в Европу, но можно оказаться в ситуации, когда вы будете депортированы, если, ну... И потом для вас Европу вообще закроют на определенную сроку. Потому что компьютеры, несмотря на кибератаки, они работают, и любое нарушение идет в так называемый большой шенгенский компьютер. И, кстати, именно по этой причине, причине нарушений по биометрическим паспорту каких-то украинцев не пустили сейчас после запуска без визы. И последний вопрос, если можно коротко, вот правило 90-180. Есть ли из него исключения? И вообще, как его правильно трактовать? Ну, а зачем из него делать исключения? Это достаточно широкий диапазон. То есть, точно так же было написано в визах, как правило. Не как правило, но в большинстве виз шенгенских. 90 дней в многократных. 90 дней в течение 180. То есть, если вы берете, например, какой-то период, даже если бы у вас была виза, то он как логарифмическая линейка может вот эти 180 дней, период обозначенный. Но внутри него многократным даже образом вы можете пребывать 90 дней. То есть, вы можете 10 раз по 9 дней, или там, не знаю, 2-3 раза по месяцу, условно говоря. Просто очень многие считают, что они 90 дней там отбыли в Европе, заехали на день в Украину, вернулись и дальше. Нет, нет. Если вы пробыли в Европе 90 дней в течение вот этого периода 180, то вам тогда придется ждать 3 месяца, чтобы заехать. Опять же 90 дней, чтобы заехать. Я призываю не нарушать эти правила. Я очень призываю относиться к безвизовому режиму с ответственностью. Потому что я еще раз подчеркиваю, это благо. Ну, может быть, я крамольные вещи скажу, но это то, что на сегодня... Это единственная реформа в Украине, которая доведена до кон... Ну, не реформа, достижение, да, которое можно положить на стол, пощупать руками. Это, ну, наверное... И можно поздравить с этим украинскую власть и президента Петра Порошенко. Ну, откровенно, он много для этого сделал. Вот. Поэтому я призываю ответственно к этому относиться. Не нарушать, потому что, ну, над нами этот глаз Европы не дремлющий. И в любой момент это может приостановлено быть. Поэтому ответственно относитесь. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был Александр Павлов, руководитель агентства региональных инициатив «Европа открыта». Welcome.